Дорожное движение И нередко создаем опасные аварийные ситуации Пешеходы, велосипедисты и люди на электросамокатах пытаются прорваться сквозь поток автомобилей Автомобилисты не всегда учитывают наличие других участников дорожного движения Как справиться с этими конфликтами и сделать наши улицы безопаснее для всех Об этом расскажет старший инспектор по особым поручениям Министерства внутренних дел Нурлан Карим Здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, сколько ДТП зарегистрировано за последний год по разным категориям участников дорожного движения? Ну, безусловно, да Состояние безопасности на дорогах является одним из показателей уровня развития страны Ежегодно совершается свыше 13 тысяч ДТП в стране, в которых погибает более 2 тысяч 18 тысяч при этом получают ранения Для повышения безопасности на дорогах Министерства совместно с заинтересованными государственными органами реализуется комплекс мер С начала года в целом отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий К примеру, количество ДТП на дорогах республики снизилось на 11%, также снизилась смертность на 12% и на 16% количество пострадавших ДТП С участием пешеходов совершено, если вот статистику рассказать, совершено 894 дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами 3, с мопедами 47 дорожно-транспортных происшествий Кроме того, по вине водителей легковых автомобилей зарегистрировано 1857, грузовых 506, с автобусами 57 Причина здесь всех ДТП является элементарное несоблюдение правил дорожных движений, отсутствие взаимодействия на дорогах между участниками дорожных движений На сегодняшний день основным причином ДТП является превышение скорости, нарушение правил нерегулимых пешеходных переходов, выезд на полусустречное движение, нарушение правил дорожных движений пешеходами и так далее Пришло лето, люди пересели на велосипеды, на электросамокаты и число аварийств к участиям увеличилось. Чем это объясняется? Ну вот с 1 июля вообще вот 22-го года, прошлого года, вступил в силу национальный стандарт установить технические характеристики электросамокатов С этой целью комитет манистративной полиции обеспечивается сопровождение в Можилице парламента Русуль-Казахстан законопроекта о изменении дополнения в некоторые законодательные акты По вопросам организации дорожного движения, где предусматриваются вопросы закрепления понятия электрический самокат Также с учетом требований данного стандарта, нами прорабатывается вопрос по вопросу статуса лица, управляющегося электросамокатом Также определяется порядок их движений по дорогам Значит, чем объясняется? Ну, если так статистику посмотреть, с участием самокатов не так много ДТП Буквально вот последние 2-3 года это вот самокатами сейчас люди пользуются И в связи с этим сейчас в плане законодательного, правового сейчас принимаются законы В дальнейшем будут все озвучиваться Таково, чтобы сказать статистику, здесь нет такого количества, большого количества с участием самокатов Какие меры предпринимает МВД для улучшения безопасности автодвижения? Ну, здесь основной проблемой является низкая дисциплинированность участников дорожного движения Ежегодно полиции выявляется более 7 миллионов нарушений ПДД за год Задерживаются порядки 22 тысяч пьяных водителей, это за год К административному аресту подвергается тоже более 22 тысяч водителей Лишаются права управления 25 тысяч водителей Значит, кроме того, к ответственности привлекается более 260 тысяч пешеходов Это ежегодно Ну, нами какие меры принимаются? Для усиления надзора за дорожное движение Дальнейшее расширение, вот как вы знаете, что система СЕРГЕК у нас сейчас очень активна Во всех городах устанавливается Данные камеры хорошо себя зарекомендовали Профилактики правонарушений Значит, всего в стране более 18 тысяч камер Установлено, с помощью которых выявлено более 3,5 миллионов нарушений Это вот с помощью данных камер Это вот, если так статистику посмотреть Это на 52% от всех выявленных нарушений составляет данных камер При этом ранее такие камеры могли выявлять только превышение скорости Сейчас современные цифровые камеры тоже модернизированы То есть проезд на запрещающий сигнал светофора Движение по автобусной линии Выявляется несколько видов нарушений За нарушение, за невыполнение, за требования дорожных знаков Какие изменения в правилах дорожного движения Планируется в ближайшее время для того, чтобы повысить безопасность на дорогах? Ну вот сейчас летний период Как вот сейчас мы озвучили, что самокаты, мопеды у нас ездят И совершается ДТП Значит, в данном направлении Вот Законопроект, я как уже говорил, что находится на рассмотрении Кроме этого С государственной органой Предлагается рассмотреть ряд поправок В административный кодекс О дорожном движении Также закон по внедрению понятия средняя скорость На прямых участках дорога Трассы ответственность за нее нарушения Значит На все ДТП Загородные трассы проходят 46% Которые происходят Данную трассу мы хотим Вот среднюю скорость понятия внедрить Значит В то же время Сегодня 50% зарегистрированных в Казахстане Является Вот вы знаете, что они старше 20 лет Значит они уже Парк транспорта устарел Тоже в этой части Вносится предложение И что вы предполагаете с этим делать? Как можно устранить все эти старые машины? Может быть раздать людям новые? То есть я хотел же сказать Что парк данный устаревший И поэтому эти ДТП тоже происходят Именно за таких машин Тоже предусматривается Как бы вы знаете Новые машины Семилетка так называемая Они не проходят технический осмотр Правильно? Вы же знаете же об этом Все знают Уже свыше семи лет Чтобы обязательно В порядке техосмотр проходили Технический осмотр То же самое касается Общественный транспорт Автобусов Они проходят допустим еще чаще Потому что они много людей перевозят В этой части В этом направлении тоже Вносятся изменения Как МВД сотрудничает С местными исполнительными органами Для улучшения дорожной инфраструктуры? Ведь Казахстан огромный А МВД у нас один В целом в стране Для создания безопасной Дорожной инфраструктуры Населенных пунктов Требуется установки Более 1,2 тысячи светофоров На перекрестках 1,6 табло оборотного отчета 25 тысяч дорожных знаков 1,1 миллиона в километр дорожной разметки Также требуется развитие Сети безопасных загородных дорог На них приходится 46% Как я говорил ДТП Основные причины аварии Это выезд на полосу встречного движения Превышение скорости Как показывает международный опыт Единственным правильным решением Для обеспечения безопасности Является повышение Технических характеристик Загородных дорог На сегодня протяженность дорог С четырех и более полосами Движения и барьерного разделительного ограждения Составляет 3 тысяч километров Нет, скажите, пожалуйста Как вы с ними сотрудничаете? Может быть, вы даете им поручение Говорите, вот-вот, здесь нужен светофор А здесь нужна зебра Или что-то в этом плане? Значит, это плановое обследование Проводится в год два раза В весенний период и осенний период В целом по республике с начала года Сотрудниками совместно с представительными органами Дорожных и коммунальных органов Проведено 11 541 обследования Автомобильных дорог И уличной дорожной сети С охватом 172 тысячи километров По итогам обследования Местным исполнительным органам Единым заинтересованным лицам Даются предложения Для улучшения Дорожной инфраструктуры То есть вы их не обезвуете? Да, мы Если Есть компании Не компании А организации, которые Определенный участок обслуживают За ними, которые закреплены Они есть с административным кодексом Предусмотрена ответственность За содержание Дорожного полотна То есть если не на должном уровне Содержится Они могут привлечены К административной ответственности Это административным кодексом Предусмотрено А там большие штрафы? Там на должностные лица От 10 МРП Кажется, начинается Если не ошибаюсь На юридических лиц То есть на компании крупных И вот республиканские трассы Обслуживают Это Каза, Автожол Для них там большие штрафы Там 100 МРП, 150 МРП Есть такие Ну я сейчас точные МРП Не могу назвать То есть совместно Местные исполнительные органы Обязательно, конечно Работа ведется То есть вот эта переписка ведется В плане и установки камер Видеонаблюдения Фиксация автоматических нарушений И в плане улучшения Да, светофора И все же Свет на дорогах Кто ставит? То, что касается Развития инфраструктуры Это населенный пункт Это все из местных исполнительных органов А МВД вносит предложения Либо вносит предписания Хорошо, на план Спасибо вам большое За такую интересную беседу С вами была Асиля Лимханова До встречи в эфире Телеканала Атамикен Бизнес Редактор субтитров А.Семкин